В этом году одно из самых компактных внедорожников мира Suzuki Jimny исполняется ровно 50 лет. История внедорожника Jimny начала в далеком 1968 году, когда руководство компании Suzuki купило лицензию у компании Hope Motor Company на выпуск крохотного внедорожника с двухтактным моторчиком воздушного охлаждения объемом всего лишь 359 кубических сантиметров мощностью 21 н.с. Благодаря легкому весу всего лишь 525 кг и полному приводу машина обладала отличными ездовыми характеристиками, но плохо продавалась из-за полного отсутствия внешнего дизайна. Купив лицензию, руководство Suzuki поручало дизайнерам создать некое подобие внешнего стайлинга, и уже через год машина дебютировала на автошоу как предсерийная версия внедорожника Suzuki Jimny. Несмотря на очень убогий внешний дизайн, Suzuki Jimny стала неплохо продаваться, так как была крепкой и надежной, обладала хорошими ездовыми характеристиками на бездорожье и была дешевой в эксплуатации. Спрос на Suzuki Jimny был до того стабилен, что руководству Suzuki не было нужно ломать себе голову о выпуске новых поколений внедорожника Jimny. Покупатели охотно приобретали Jimny, не обращая внимания на устаревающий дизайн и архаичные салоны, так как главным было для них высокий уровень надежности, проходимость на бездорожье и простота в обслуживании. Ну а раз так, то зачем тратить деньги на выпуск нового поколения внедорожников? К примеру, за 50 лет производства было выпущено всего лишь 4 поколения. Третье поколение выпускалось 20 лет, с 1998 года, ну а четвертое поколение было представлено мировой общественности в прошлом году. В отличие от прежних поколений, которые были ориентированы на одиноких людей и пенсионеров, живущих в сельской местности, новое поколение внедорожника Jimny японцы попытались сделать привлекательным для молодежи, о чем свидетельствует по-молодежному игривый внешний дизайн Jimny. Кроме того, в значительной степени обновился и салон машины, но все остальное в новом Jimny полностью переключалось.